Я помечал за LGD походу в харду, на самом деле, особо. Это больше любителей всякие E-Home сделать. Нет, это понятно. Они могут. И вот ты говоришь, Кунка отлично будет под ШД. Они вдвоем просто ходят, насилуют харду, потом перетягиваются в мид. LGD просто пока что берут Тайтхантера. Надеюсь, это не будет Тайтхантер от Мэйви. И это будет директор, я думаю. Нет, сигнатурочки пошли. Когда все не очень здорово, а мы напомним, что в LGD сейчас все не очень здорово. Мы не успели посмотреть результат первого тура, но LGD проиграли Тинси 2.0. И у них, вообще-то говоря, ситуация сейчас в группе не самая радужная. А как только ситуация не самая радужная, ты берешь сигнатурочки. А какие сигнатурочки? Ну, Тайтхантер для директора. Который как раз Манинский Мэйджор покорял потихоньку. Вообще-то он покорял Интернешнл. Кунка отширается в бан тем временем вместе с Рэрбейдом. Кунку не отдали, да. Ну, я чувствую морфа от LGD, на самом деле. Или даже ту же Луну. Na'Vi должны брать свою Инчантерс какая-то. Отстал на ней жарит. У него даже, когда у команды плохо, на седьмой минуте уже может быть Мидасик. Иногда даже уже Заюзанный. Под Бестмастера хорошо. Можно сложную давить. Shadow Demon не тот герой, который останавливает Инчу. Которая, допустим, приходит тебя напрягать в сложной. И под стратегию, под их стандартную. Не думаю, что они будут сейчас изобретать велосипед. Они вот только что попробовали против Альянс. Вроде как быстрый пуш не пошло. Не стоит так, ну, бросаться в крайности и каждую игру сейчас в лыне что-то изобретать. Да, Na'Vi так-то последние пару месяцев только вот этими пушами и играли. Будь то пуш с Draw Ranger, будь то стратегии с Хускаром Ораклом, будь то там, возможно, Джаггернаута флейновый я видел, залетал. И тоже это все в довольно быструю такую темповую игру перерастало. Поэтому не знаю. Играть с LGD в долгую такую затяжную карту я бы Na'Vi, если честно, не советовал. Тем более уже стоит хантерами. Нет, тут можно на самом деле, они же генерала часто ставят на Мирану в сложную, то есть он оттуда вывозит, очень много на него играют. О, ну, пуш везет. Хотел я еще сказать про Dazzle, не хотел вас перебивать, но вот просто. Но мне кажется, что Na'Vi будут просто играть именно что обычно, таким, знаешь, набором героев. Вот сейчас возьмут... Эмбер Спирита. Возьмут сейчас какого-нибудь, например, Алхимика еще в это все, и вот будут просто пытаться... Потому что, ну, не работают какие-то их идеи, судя по всему, заготовки. Вряд ли бремастер Луна это была просто на рандоме бикнутая. Вот сейчас я думаю, что это они все-таки что-то готовили. Оно тоже не сработало. Ну и в такой ситуации, наверное, самое правильное решение просто вспомнить, что есть в доте героев так 15-20 простеньких, но уверенных, которые в любом случае делают дело. На всех стадиях играть можно. Ну да, и ты просто их берешь и стараешься сыграть в дефолт, нафармить предметы, там, разрулить как-то по игре. Ну тут два варианта. Либо Мирана пойдет в сложную, и Бистмастер пойдет в лес, потому что LGD пока еще, что Shadow Demon не может так зайти тебе особо помешать, что Тайт довольно пассивный оффлейнер побольше вынесет Бистмастер с леса, больше, чем Тайт, который уйдет в лес. Мирана в сложной тоже, в принципе, неплохо себя чувствует за счет вот этой стрелы и крипов. И сразу же появляется Сларк для LGD в виде керри. Вот это зачем? И Миран мгновенно отвечает Баунти Хантером для Санейка. Они уже играли, у них эти Баунти Хантеры уже, особенно про таких героев, как Сларк, который снимает треки Тайт, который, в принципе, не гангабельный. Он снимает треки тоже. И ты проигрываешь драки, тем более этому Тайду со своим Баунти Хантером. Это слабость, как по мне. Да, и показывает, что у них Патма будет сегодня такую именно мейн-кор роль исполнять. То есть ты скорее всего для Дэнди теперь в мид пойдешь? Да, сейчас будет бан от LGD Ember Spirit стопроцентный, потому что Na'Vi очень любит играть вот этот Баунти Хантер Ember Spirit, который под треками там что-то фисты кидает. Сейчас я вот думаю, даже какой-нибудь Эмбер может заехать в мид. Для LGD? Да, и на этом можно заканчивать игру на сегодня. Нет смысла, мне кажется, намного вероятнее какого-то Тимберсоу. А, я, господи, по пардону, его имя уведомо. Против Миранды на самом деле что угодно можно брать. То есть тут же Квапу, хоть мы ее не любим, здесь она смотрится прилично. Пожалуйста, хотелось бы посмотреть. Просто Мэйби играет не на тех персонажах здесь пока что. Из того, что я видел, он на Тимбере распиливал. Ну вот на Тимбере, да. Но вообще-то говоря, это один из лучших в мире инвокеров. Где эти герои? Эмбер Спирит. Ну это скорее поддержка своему мидеру. Вот под это все дело, вот именно под Эмбер Спирита в центр Death Profit. Вот один из лучших вариантов для LGD. Плюс с Тайдом, с Death Profit, когда ты пойдешь ломать пушки, это вот именно получится таких 4 героя, которые могут играть 4 плюс 1 со Сларком. Сларк сможет где-то создавать спейс, там ловить эту Мирану, Бестмастеров где-то. Ари, понятно, Шторма тем временем. А с Death Profit, с Тайдхантером, с Красс Шадоу Демоном, с Рад Спиритом все сильные. И в 4 на 5 спокойно могут принять файт. Я думаю, что должны избавиться от Эмбер Спирита и LGD. Все-таки, наверное, готовились. В Na'Vi остался кэри. Что это за кэри будет, как вы думаете? Может быть какая-то Нага Сирена? Нет, против Сларка что там? Антимаг. Это не кэри, мне кажется, мидера Na'Vi. А, доберусь здесь. Мне кажется, Дитяра будет на Миране играть, а Санейка будет помогать какому-то еще такому кэри-персонажу в миде. Я не думаю, что стоило тогда брать Даззлов, все-таки линия получается сомнительная. Это кэри Мирана вообще какая-то... Ты не прогонишь там оффлейнера никак. Да, Тайдхантер даже может никуда не в лес не уходить, просто ставить линию и проблем не будет. Ну, тут инвокер, какой-то инвокер, либо может какая-то Death Profit мне нравится больше всего пока. Именно в комбинации с Эрспиритом на центре довольно сильно. Ну, не против Мираны, конечно, она липается просто от сифона, но другие герои проседают. Могут как эскейп сейчас на пинь-клапу взять, просто потому что она условно потом перейденает, чтобы раньше получить преимущество, чтобы у тебя Сларк уже был с вещами, когда подма еще нет. Ну, взяли ДП. Ну, очевидненько. Ну, мы это уже даже обсудили. А вот Na'Vi сейчас, ну, я думаю, не буду забрать велосипед, мне нравится Эмберспирит, для них именно как они играют. А вообще против всего этого дела какой-то Свен так же неплох. Потому что он и Сларков не замечает в игре. Свен, ты, кстати, очень хорош, но там, правда, Шадоу Демон немножко мешает. Есть Шадоу Демон, да, чтобы контрить этого слова Свена. Ну, блин, ну, есть Шадоу Демон, зато все остальное как бы не особо тебя напрягает, и против Death Profit Warcry хорош. Все будут быстрые, под треками, под Липом, под Варкрайем, 5-2-2, вся команда налетает, и Свен там уже до кого-нибудь доберется. Ну да, одним Шадоу Демон, он сыт не будешь. Эмберспирит для Na'Vi заходил последние несколько игр, достаточно успешно. Там GTR вообще вроде 18-0 или вроде того сыграл. Да, рекорд, по-моему, текущий по количеству убийств. Но явно тренировали, но, может быть, уже разуверились в своих идеях. Плюс, может быть, не хочется брать против ДП, против Ерспирита. Слишком много сайленсов, каких-то шальных, которые могут помешать. Это Урса. Это все-таки... У Урса сложно драться со Сларками, на самом деле. Да и GD посильнее мешает, чем Свена. Мне лучше не бойся. Ирана все-таки отправляется в мидл против Ерспирита. С ДП. Дес профит, и добирается Урса на карьеру. Амирана — это безопасный мидл, который все-таки может уйти от ганга. Ты можешь больше фокус на другие линии сделать. Мне пик LGD побольше все равно нравится здесь. Да, мне кажется, в тимфайте LGD выглядят прям посолиднее, скажем так. Пожалуй, так и есть. Ну, ладно, пожелаем Na'Vi удачи искренне от всего сердца. Пускай они выиграют эту игру. Ну, а мы передадим слово комментаторам, которые и посмотрят, как Na'Vi будут побеждать. Каспер, Баффик, вперед. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами действительно Баффик и Каспер, и мы продолжаем смотреть International LGD Gaming против Natus Wincero. Best of 2.0.0. Да, поехали. Действительно разбирают героев ребята. Это, надеюсь, будет не менее захватывающий матч, чем предыдущий. Все-таки после такого противостояния, как было в матче OG против Wings, хотелось бы продолжить в том же духе. Надеюсь, Na'Vi и LGD подарят нам похожие ощущения, а может даже и лучше. Да, ну и что ж, у нас небольшое представление команд. Вот мы видели Dendy, который будет играть на Mirane. Artstyle на своем сигнатурнейшем Dazzle. Далее у нас имеется SunAka. Кстати, не менее сигнатурный для него Bounty Hunter, стоит отметить. Генерал Beastmaster. Как вообще Beastmaster сюда попал? А, я вспомнил, там Wisp и SunKing в бане были. Точно, точно, точно. Ну и команда LGD Aggressive сыграет на Slark. MMI сыграет на Air Spirite. Да, кстати, он очень крут на нем. Банана. Shadow Demon. Там людей, кажется, поймали. Людей убивают в действительности. Да, и дитяра встреет. Очень плотно встреет. Хороший выпад от команды LGD получился. На старте. Ну и можно, в принципе, закончить тем, что Shawlite сыграет у нас на Tide Hunter. Ну и кто там еще у нас был? Maybe, по-моему, да, мы забыли. Да, Death Profit. Maybe, на Death Profit. Все верно. Ну что ж, первая кровь была пролита именно игроками LGD на Урсе. Но это не слишком критично. А может и не последняя, кстати. Достает агрессив паунсом по генералу. Maybe, есть спирит сайфон. Врывается Air Spirite. Действительно, генерала могут убить. Хороший бодиблок и параллельно бьет. Еще агрессив. Генерал отправляется в таверну. Два кила на старте этой игры для команды LGD. Да, возможно, конечно, более опасным были бы эти убийства. Если бы они достались суппортом, так и не достались кором. И вроде как это не слишком критично. Но это определенно неприятно. То, что Beast Master сейчас оказался не на линии вовремя. Ему там, конечно, помогает покадазл. Но я так понимаю, это дабла героев так здесь и останется. На ближайшее будущее. Да, ну пока вообще по постановке линий, в принципе, понятно. Санейка в центре уже начинает свои попытки как-то напрячь. Санейка, кстати, нет центри вардов. То есть у него есть опс, который он поставил в зоне видимости вражеского центрика. И пока что провал небольшой, мне кажется, в плане мида. Потому что Мэйби гонять здесь определенно не получится. Да, ну и вот он показывает сейчас линии. Урса очень хорошо стоит против Тайдхантера, на самом-то деле. Тайдухе не очень комфортно так подходить. Урса, если еще и оверпауэр получится. Ой-ой-ой, стрелой промахивается Дэндемон. Сразу же получает на развороте Spirit Siphon. И немножко страдает здесь. Но Мэйби тоже, кстати, регены не слишком-то и много. Вверху инициация по генералу. Прыгает в него на болдере ролинг, который R-Spirit. И генерал тут, ну, кстати, при помощи Арстайла неплохо дерутся. ММА сейвит банана и очень неплохо это делает. Но Арстайл все равно четко играет и добивает. Да, и это грейв. Это действительно грейв. Правда, генерал здесь, наверное, умрет. Да, хорошая тайминговая тычка залетела. Арстайл пока убегает. Продолжает настакивать заряды в палку свою. Но очень больно уже начинает бить агрессив. Он с первым эссенс-шифтом 7 зарядов получил ворованных статов. То есть урона было у него чрезвычайно много. Очень тонко играли команды. И хорошо сыграли Na'Vi. И отлично сейвил Disruptor. Много времени тоже выиграл для того, чтобы набить еще там параллельно Бестмастера. Вообще получилась хорошая такая драка. Ну, тут непонятно, для кого она хорошая. Потому что номинально очень много Shadow Demon выиграл в этом эпизоде. То есть он заработал там прилично денег. Несколько сотен монет. Опыта тоже очень много получил. Он уже почти третий уровень. Ну и вот агрессив. Агрессива, конечно, пытаются гонять. У него, между прочим, 3-3. Так что скрипчиками... Ай, дабл дэмэдж. Есть просветка. Этого ждали. LGD на Санэйко Атака. Есть Spirit Syphon. И этот ДТ, конечно, сейчас Санэйко просто треснет. Да. Нажидал до последнего мэйби для того, чтобы за ластхит. Понимал, что если даст тычку немножко погорячиться, допустим, то могут и нейтралы добить. Это 5-1. Пока что у Na'Vi не получается практически ничего. Конечно, напряжение вроде бы неплохое. Они держат, но их убивают при этом. Это не то, чего ты добиваешься изначально. Просто Тайтхантеру тут вообще ничего толком не сделать. Ну, разве что его как-то плотненько зафиксировать. Для этого нужна там Дженада, я не знаю, или Орбов Веном какой-то. А лучше и то, и другое. Ну вот, пошла Дженада. Урсы начинают попадать. Хороший, кстати, Клэп пошел. И бодиблок хороший от Санэйко тоже. Очень крутой бодиблок. Шаоэйд просто не может протиснуться. И это минус. Вот это действительно круто выглядело. Тут запотел Акбар. Ничего не скажешь. Ну, наконец-то Санэйко попал уже в игру. А то до этого как-то все не очень хорошо у него получалось. Выбили его из колеи. И вард этот, конечно, неприятный тоже, который был разбит сразу же. Но сейчас вот четко сыграно. Санэйко молодец. Кстати, Дэнди там добивал аранжевого крипа, если я понимаю, стрелой. Да, там все четко вверху. Вверху тяжело драться сейчас против даблы Бистмастер и Даззл. Потому что хил идет очень мощный. Тут еще Кабан. То есть к тебе подходит Кабан, Бистмастер и Даззл. Нажимается одна кнопка. Ты получаешь 500 урона. И уже желание пропадает драться. Подрезают курицу. Санэйко. Неплохо. Курица, правда, была пустая. Вот, вот он тот самый Баунтихантер от Санэйко. Наконец-то. Как-то вот к третьей минуте разобрался Акбар, что к чему. И начал катать уже немного ЛЖД. Да, ну и вот попинговал он, что там скорее всего находится Сантрек. Ой, там вверху такая драка просто жесткая. Арстайл под Греймом находится. Живет пока. Но уже два стака поезда на нем. Третий не попадает. И Арстайл выживает. Уходит, уходит действительно отсюда Иван. Ну, интересная вот эта дабла. То есть, Нави продолжает гнуть свою линию из, ну, с Саммита, со Старладдера. То есть, они отправляют по-прежнему даблу в сложную. Пытаются этой даблой как-то напрягать. То есть, не обязательно должен быть там Висп Сенкин. Кстати, у нас тут генерал рискует умереть сейчас. Подтягивается сюда Сларк с Паунсом, с Дарк Пактом и убивают. Дазла просто здесь не было физически. Даже если бы он здесь и находился, то Грейв в кулдауне одной хилки бы скорее всего не хватило. Хотя, кто его знает. Может быть, они пытались Сларка контратаковать. В центре неприятная ситуация для Мэйби может назревать. Потому что прокаст у Дэнди есть. И если он просто прыгнет в упор, да, Старшторм, то Мэйби может просто даже не успеть отреагировать. Но по крипам Мэйби хорошо стоит. 30 крипов у него добито, 7 отнято и 26 на 4 у Дэнди. Не хуже. Да, я бы не сказал, что намного хуже. Там плюс-минус ровно. Конечно, здесь помогал Боунти Хантер, но и LGD здесь не без помощи там Сантричков и прочих вещей стояли. Так, ну вот можно, я думаю, сейчас подрезать начинать. Да, действительно. Есть Spirit Siphon. Все разбегаются. Классно забайтили Мэйби. Можно еще разочек его, наверное, подрезать. Нужно подрезать. Вообще, Мэйби не боится, мне кажется, он готов с двумя драться, что он, в принципе, и делает. Есть еще здесь что-то Spirit Siphon. Можно проклацать будет, но пока без проблем. Баночкой отпился и возвращаемся обратно. Да, нам наверху пока у нас отводят крипчиков. Достаточно серьезный экшен. Сларк опять выходит. За Денайл Артстайл Крипа. Так он вообще потный. Потный, да. Ну, кстати, вот у Сларка в этом плане-то крипов и меньше всего из тех героев, которые должны этих крипов добивать. Даже у Артстайла уже десяточка насобиралась. У Сларка 17. То есть, если сравним конкретно этих двух героев, то все не слишком круто. 13 уже у Артстайла, в то время как у Сларка 18. Ну, неплохо. Неплохо фармит тот же Дазл. Вообще, все три линии у Нави стоят вполне уверенно. За счет того, чтобы Хаг грамотно поперемещался. За счет того, что вот эта добла с Дазлом оказывается очень сильная. То есть, Нави, видно, ее очень хорошо успели натренировать на Старладере и Саммите. И несмотря на то, что некоторые герои банятся, все не перебанишь. Соответственно, сам стиль игры, он пока такой и остается. Если бы не эти смерти, вообще было бы все прекрасно у рожденных побеждать. Но пока LGD тоже нормально себя чувствует. Ну вот, понимаешь, когда Нави нафидели в самом начале, они очень много начали проигрывать. То есть, полторы тысячи золота было, причем это было там на пятой минуте. Это серьезная сумма. Но сейчас графики вновь выровнялись. Сейчас преимущество возвращается в руки Радиентов. И мы видим то, что даже там по Нетворсам, там по истечении 7 минут, там Банша держится на первом месте. Далее идет Урса, Мирана и Бесмастер с небольшим отставанием идет от Сларка. Так-то. Причем Урса может Дагресси прикупить скоро с такими успехами. Никто особо не планирует его даже напрягать. Тедхан-то, кстати, с реведжем. И это может быть какая-то драка. Это будет нападение. Пока вверху там, да, у нас завязывается драка. Арт-стайл, Грейв Типаут. А чем ты его остановишь? Просто все потратили для того, чтобы забрать Ивана. Попытаться забрать. И в итоге все эти булыжники, все было потрачено, мне кажется, зря. Потому что можно было этого Дазла убивать и через обычное замедление с Роллен Болдера. И попридержать. Кстати, агрессив потратил Шадоу Дэнс. И тут очень активно так генерал его размял. Вообще, шестой левел, когда будет у Бестмастера, ситуация будет поприятнее. Прямо сейчас он уже, считай, будет. Пачку крипов туда бьет и со следующей уже получит свой уровень 6. И сможет гангать. А смотри, что Дитяра делает. Он уже бьет Рошанчика. Купил себе сразу же Морбит Маск и отправился убивать Камнеголового. Даже не пытается это проверить Тейтхантер. Он просто проходит мимо, забирает руну богатства. А вот так вот свободный Рошан для Дитяра. Да, действительно, халявка. А тем временем на топе атака от Мэйби. Ну, так себе получилось, если честно. Просто пробежала Деспрофит. Никого не удалось схватить. Сейчас бы еще Санейка уровень подполучить. И к моменту, чтобы, когда у Урса появится Блинк Даггер, когда Бестмастер станет достаточно сильный, и там Мирана начнет перемещаться, чтобы к этому моменту уже у Баунти Хантера был уровень 6, треки, и можно было начинать рубить бабки. Так, Мунлайд Шадоу и атака вверху от команды Нави. Дэнди здесь. Но, по-моему, все читают. LGD очень качественно уходит. Но это было все сделано, в принципе, по движенам Варда, поэтому... Ой, там стрела попала в ухо, в Сларку. Такая пятисекундочка, но, конечно, лезть туда... Без продолжения, да. Это совсем большой риск был бы. Судак, конечно, бы Тайд Хантера подтянуть и навязать драку уже LGD. Что-то три героя команды Нави, но... Нет, Тайд, если что, сделает телепорт. Тайд только и ждет, когда команда противника нырнет, пока он занимается важными вещами. Он там Эйншента фармит, еще чем-то занят. Да, вот мы видим нейтралов там тоже забирает. Вот он, вот он стоит, как раз директор. И у него важная миссия. То есть он должен вынести там свою меку, какие-то грифсы, не знаю, блинк, может быть, что-то еще. А Нави, в свою очередь, перемещаются в центр, где как раз сейчас находится Акбар в попытке получить свой уровень 6. И вот он, Дэнди, с генералом. Подрор — это гарантированное убийство. Да, стрела в продолжении к рору. Но все читает. Все читает мэйби. Вообще хороший там и вижен, и понимание игры у команды ЛГД, естественно. А пока вверху Сларк атаковал Арстайла. И на этот раз уже ТП не удастся, скорее всего, Ивану сделать. Пока Сайленс есть, Грейв, и можно делать телепорт вновь. Но есть дисрапшн. Ну вот в этот раз, видишь, чуть более грамотно все сделали. Правда, у Агрессива очень мало хитпоинтов. Возможно, Санейка сейчас попытается его забрать. Там также подтягивается и Бестмастер. Бестмастер заходит, очень хочет накричать. Сейчас хотя бы на кого-то ловит Сайленс. Санейка прячется за деревом, подрезает банану и вживет пока что. И тут же Рор. Рэвэйдж не достает. И генерал тоже пытается убежать. У него пока еще очень мало здоровья. Залетают также топоры. Но здесь уже Агрессив, который срезает Бестмастера. Это один в два. Ну, могло все, конечно, еще более печально закончиться. Слушай, а Санейка-то хочет еще кого-то здесь подрезать. Теоретически он может это сделать, если только Дэнди не умрет. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же досадно получилось. Мирана здесь не должна была умирать в 99% случаев. Она приходила с прокастом. Она должна была здесь сделать фраги, а не становиться фрагом. Проблема в том, что она встретила сразу изначально Тейдхантера. И просто своим телом закрыл. Весь удар на себя принял. Сразу дал Старшторм Дэнди. Но это Старшторм по Тейдхантеру. Он особо не боится такого. Да, у него там тысяча хитпоинтов. Даже если у него две звезды залетит, половину хитпоинтов ты ему заберешь. А дальше чем? Дальше нечем. Да, вот нам, кстати, подсказывают то, что самый последний матч свой на Шаду Демоне Банана играл 14 мая 2015 года в составе Ньюби. Понимаю, в преддверии как раз там прошлого. Ну и неплохой КДА там показал. Вообще, я запомнил Банану в свое время как, наверное, не самого стабильного суппорта. Но, тем не менее, в последнее время почему-то все китайские команды очень круто стали играть. Именно игроки. На центре атака была на Мэйби. И она продолжается. Пытался подсейвить Банана. Как раз таки с Рапшином. Но это не спасает. Увы, Дэс Профит. Первые треки пошли. Сейчас Урса прыгает дальше. Еще один удар нужно сделать. И это минус. Дитяра вторую. Убийство по трекам делает. Тут же Дэнди подходит. Будет Старшторм. Вторая Звезда тоже залетает. Это будет еще один минус. Если получится дать последнюю тычку. Не получается пока что. Ну, липу Дэнди в куб. Да у нее хотя есть. И слушай. Так еще и Шау можно забирать. Действительно, это будет минус. Тайтхантер реведжит. А у него нет. Это еще один фраг может быть. Но нет. Тайтхантер также выживает. Сбивает эгиду. А вторая Звезда не залетела просто под Тайтхантер. Она пошла в крипа. Хорошая стрела Дэнди. Но есть Дарк Пакт. И Агрессив живет. Вот на развороте бьет Дитяра. У него уже нет Аегиса. Только что буквально он его потерял. Ну, блинк есть. И упрыгивает, да. Слушай, денег заработать должны были здесь. Просто уйму. Да, 1800 золота. При этом Урса зарабатывает 840. Да, и Баунтихантер нормально нахалявил. 600 монет. Смотри, он еще подрежет Агрессива. Хорош, Дитяра. Да, внизу неплохо подрезает. И наверху там тоже сейчас будет выход. В этот раз уже на Тайтхантера. Тайтхантер тоже не ожидает, наверное, такой подставы. Будет еще и трек, и рор, и убийство Тайдухи. Он даже на рейвидже замахивался, но в последний момент его забрали. Как жутко сноуболятся-то сейчас. На, Тусвинцеры. Ты только посмотри. Посмотри на графики, что происходит. Еще три минуты назад все было неплохо в LGD. И сейчас все уже плохо. Ну, подошел Дитяра, в первую очередь. Вот это вот самое, наверное, основное. То, что Урса подошел, и сразу пошли драки в гору. Потому что, смотри, у него Даггер был, у него была Ега, у него Морблит Маска, Фейзы. Очень нафармлены Дитяра. И у него еще 2500 сейчас сверху. И с этим Урсой просто нави переехали LGD. Ну, пока да. Пока да. Пока еще игра не закончилась. Пока что могут быть проблемы, потому что имеется Shadow Demon. Shadow Demon, чем хорош в пике против Урсы, тем, что ты, во-первых, прячешь цель, на которую идет фокус. У нави сейчас все основано именно на быстром убийстве первого героя, который им попадется под руку горячую. То есть под рор, под стрелу, под Урс. Вот как-то так это должно проходить все. Но если вдруг Shadow Demon окажется вовремя, Shadow Demon сможет спасти в Disruption. Далее кидается демоник Пурш на Урс. Урса просто стоит, никуда бегать не может Медведь. Чеммэтик можно. Ну, там ты просто прыгаешь уже такой весь страшный. Можно, можно и с Ультимейтиком, конечно. Можно его похолдить, можно собрать, я не знаю, там, Баганим еще какой-нибудь, что-чего-нибудь собрать. Ну, не знаю, в общем. Баганим. Урса там разберется. Пока что у Урсы появляется Башер. Башер способен... На все. На все, действительно. Башить способен. Ну, кстати, вот еще очень важная суть успеха команды Na'Vi, то, что не было Реведжа в тот момент, когда атаковали они вот эту серию, свой киллов делали, Реведж был в кулдауне, потому что перед этим ЛЖД дрались. И убивают Шадоу Демона. Опять под треком. Опять много денег для Баунти Хантера. В этот раз наверху. Нападает на агрессиво, правда, ману у него выжечь, наверное, не получится. Использует он Шадоу Дэнс и уходит с телепорта. Странный какой-то был выход от Генерала. Возможно, просто отвлекал внимание от Центра, чтобы Сларк здесь не появился очень быстро. Реведж от Хантера есть, поэтому Тайдуху нужно опасаться. Да, прилетел Мэйби, и Тавар удается защитить команде ЛЖД. Пока Дэнди смещается на нижнюю линию, у него остается на 1800 золота до Аганима. Это не так уж и много, в принципе. Еще и Мека появляется у Арстайла. Арстайл меня радует вообще на протяжении тех матчей, которые я комментировал с участием Na'Vi. И постоянно хороший фарм у него на любых героях. У него там был, я припоминаю, вчера матч у нас против ДНС, когда он на Шадоу Демоне купил себе на 20 или на 24-й минуте, купил себе Аганим на Шадоу Демоне. Неплохо сыграно. Кстати, опять проблемы у ШД. Его убивают. В этот раз Баунти Хантер рядом там не оказалось. Не успел он повесить трек, но, тем не менее, убийство состоялось. И нападение также на Дэндимона. У Дэндимона траблы выборгнуть из паунса тяжеловато. Да, но параллельно Na'Vi после килла ломают центральную вышку первую и отправляются на вторую. Вообще, хорошо пока исполняют Na'Vi. LGD немного выглядят потерянными. Но вот эти киллы, например, сейчас они сделали килл на Дэнди, могут вернуть их немного в строй. Я бы сказал, что на старте потерянными выглядели Na'Vi, когда их начинали убивать. Там был счет 1-5 или 2-6. Но сейчас, возможно, китайский коллектив не ожидал такого ярого отпора. Ты посмотри, внизу набрасываются на мэйби и просто стирают его. А где вообще эти шеду-демоны? Где все? Почему нет драки? Почему здесь осталась Баньша? В чем проблема? Ну да, все отошли. И Драурейнджер Деспрофит решила остаться и допушить Тауэр. Это, конечно, обычно так и заканчивается, как закончилось. Просто Титера прыгнул и разорвал ее. Так нельзя кормить треками. Ты понимаешь, что у Акбара сейчас 2 убийства, 6 асистов. И при этом я уверен, что там штук 5-6 фрагов было сделано конкретно при участии ультимативной. Да, Титера дальше атакует, получает Демоник Пурши, отходит. Через 4 секунды у него будет ультимативная. И, кстати, там Дорошана уже остается совсем немного. Да, а Сларку что там? Shadow Blade, я так понимаю, сейчас ликит? Да, у Сларка сейчас будет Shadow Blade. Честно, не особо сильно он ему поможет, если на Ави будут двигаться вот такой плотной группой. И зацепить никого не удастся. Не везет сейчас Дитера. И прыгнул он в Рошпит. Но только сейчас появится Рошанчик. Оп. А Дитера уже ушел. Обидно. Носадно, да, конечно. Ну и что там? Тир-2 по центру. Судя по всему. Хотя готовы, по-моему, LGD. Они собрались, они в смаке. И подходят к Мэйби. И Shadow Blade от Сларка может стать неприятной нежностью для Нави. Поймали Артстайла. Но Moonlight Shadow, Вижена, пока мы не наблюдаем у команды LGD. Вот она, просветка от Бананы. Артстайла заберут. Но сколько же демиджа он наносит в процессе? Да, урона очень много. Еще и Сюрикен в итоге летит. Также пробивает немного других персонажей. Санейка получает Демоник Пордж, но убегает. Ну и оставляет за собой реведж LGD. Поэтому не инициировали, наверное, после этого Нави. Потому что боялись нарваться как раз-таки на ультимативную Тейдхантера. 11-11. Да, Нави взяли игру под свой контроль. Но при этом LGD, мы видим, иногда вот такие выпады у них получаются. Потеря Дазла не самая критичная для Нави. Это точно. Ну пока у Урсы просто все хорошо. Если Урсе отдать еще одного Рошана, и с этой гидой Нави могут просто пойти, попытаться даже в сторону проломить. Ну, во-первых, просто кого-то забрать. Вот, например, как сейчас. Но сейчас, правда, есть тут агрессив, который у нас в Ларке. Вот он, Шадо Демон, который просто не успел подойти вовремя. И сейчас Демоник Пордж пошел. Дитяра хорошо здесь воюют. У Дитяры проблемки. Дитяра глубоко залез. Так, неправильно делать. Нет, сделал-то он хорошо, но проблема в том, что он был один. И так, конечно, делать нельзя. За ним-то никто не поспеет. То есть Дэнди фармит сейчас себе Аганим на верхней линии. И это понятно, потому что ему нужен этот Аганим. Бестмастер без Блинкдаггера. Он тоже за Урса не поспеет. И, соответственно, такие выпады, они вот чреваты тем, что ты просто отдашь топовый Нетворс. Не надо так. Не надо так. Курочка летит с Аганимом для Дэнди. Ну смотри, появился Аганим у Дэнди. Ну, появляется. А у Бестмастера третий Некробук. И Рошан стоит. Можно было бы сейчас Рошан, например, забрать на Урса, пока мертв. Ну, сейчас появится Михаил и пойдут, я думаю, на Ави забирать этого Рошана. Если перед этим получится сделать еще и фраг, будет просто замечательно. Вот причем Бестмастер видит Шадоу Демона. Шадоу Демон очень сладкий. На него сейчас вот так вот просто выйти и забрать. Но нет, нет. Банана хорошо реагирует, отступает. Ну, Форстаф появляется вот от Хантера. Это уже после Мекки, естественно, и от Кейн Тапок. Блайтстоун у Дазла. Растаэл, естественно, прикупит себе Медальон. Медальон уже есть у Баунти Хантера, кстати. Да, ну, я вижу, что Растаэл это не особо смущает. Дезолятор. Окей. Норм? Норм. Ты знаешь, зная Ивана, я не сильно бы удивился. Залетает стрела в Рошана, и Na'Vi без преград забирают Камнеголового. Причем у них хороший контроль по карте. То есть они видят приближающихся парней из LGD, видят то, что Дез Профит вообще даже не дергнулась в момент убийства этого Рошана. Детяра. Прожимает Уверпауэр. Очень много свивотом настакалось сейчас брони, но заканчивается действие ультимативной Дазла. И где у нас Сларк? Сларк с этим Шадоу Блэдом? Нет, Сларк, кстати, тоже неплохо себя чувствует. Если под Сларкой кто-то подставится, какая-нибудь Мирана, то... Вот как сейчас, например. Нет, Сларк улетает. Сларк улетает, потому что слишком высокая степень угрозы была на нижней линии. LGD увидели, что Мирана наверху, и решили сами атаковать пока внизу. И, возможно, кстати, Сларк сейчас поймает Дазла. Это может, конечно, плохо кончиться. Хотя Мирана здесь не будет. Будет драка 4 в 5 для команды Na'Vi, если они все-таки примут решение драться. Артстайл встреет. Да, просто отдают Ивана, по-моему. Хотя он все еще живет, елится меккой, добивает его. Тайтхантер своим газом, причем, первого левела. Да, и с крипчиками здесь разбираются. Ну что же, Na'Vi немножко остепенились. И это определенно не идет на пользу, потому что они вели там 6000 на 12-й минуте и 6000 на 22-й минуте ведут. Это не есть хорошо. В принципе, да, позволяет, мне кажется, ситуация в команде Na'Vi играть чуть более агрессивно, слаженно. Но они, вот сейчас, например, Dendy отправился пушить вверх, но задержались при этом его тиммейты. То есть отпушивать, да, верхнюю линию, которую Сларк подпушил. И его тиммейты задержались. В итоге потеряли Дазла. Уже второй раз такое происходит. Даггер появляется у Dendy. Да, с Даггером будет, конечно, чуть попроще уже перемещаться. Но вот я что хотел сказать. То, что, возможно, Na'Vi стоит действительно разочек попытаться как-то спровоцировать там Тайтхантера, я не знаю, прожать рэвидж. Потому что с рэвиджем тоже кучковаться толпой не слишком круто. Потому что вы пока без БКБшек, вас просто контраницируют и могут развалить. Там через 200 монет появится еще Даггер Бестмастера. Возможно, именно этого и ждут Na'Vi. Хотя вот сейчас мы видим, что подходит Санейк. Он просто ставит сентривард. Никакой атаки не следует. До сих пор, естественно, присутствует Рэвидж Тайтхантера. И ЛЖД хотят. Они готовы принимать Na'Vi. Да, ну и появился там, кстати, родов Атас у Death Profit. Тоже против Фурса хорошая штука. Пока БКБх разных нет. Хорошо работает. Кстати, говоря о БКБхе, она уже практически есть у Дитера. Вот, можно сейчас ее купить. Вот это норм. Вот этот артефакт сейчас должен зарешать. Это вот как со Свеном в прошлой игре. Конечно, есть Демоник Пурдж. Но, если вдруг с Shadow Demon что-то случится... Так, врывается Урса, просто пытается разрубить Банану, но прячет себя Shadow Demon Disruption. Дитера. Там, кстати, неплохо так Рэвидж раскастовал Шао Эйд. Мэйби. В него впивается Na'Vi. Мэйби подкидывает себя на Юл. И додает ему возможность жить еще немного. Дэмэджа он нанес. Но при этом Урса теряет эгиду. Дэнди сейвит его Дазл. Дэнди делает тип-аут. Вот улетит ли Дэнди? Нет. Отличный булыжник от ММА. И Дэнди остается. Ну, вообще, сейчас главное LGD не расслабляться. Потому что Медведь-то никуда не делся. Медведь сейчас вернется и продолжит убивать. И главное сейчас разведку организовать хорошую бестмастеру. Тогда под угрозой может оказаться и Тайтхантер, и прочие ребята. Ну, почему, во-первых, полезли драться без Блокингбара? Это тоже интересный вопрос. Ибо Нави сейчас проигрывает там тысячу золота, опытом тоже неплохо так влетели. И подкармливает Дэспрофит, подкармливает Сларка. Сларка, у которого была такая средняя бедность и жизнь. Сейчас у него семь фрагов, всего лишь одна смерть и семь ассистов. То есть он реально круто фармит. Ну, в идеале вообще можно было подождать даггер у бестмастера, который тоже уже, в принципе, есть у генерала. Подождать действительно БКБ, но как-то они прям понеслись. И это странно, потому что в одном моменте они отходят, а в таком моменте они, например, нападают. Хотя, казалось бы, здесь просто подождать нужно было, ну, совсем чуть-чуть. Так Блокингбар уже летел в Курьере. Вообще изначально мне казалось, что сейчас Курьер прилетит. В момент, когда Урса появится из эгиды, например, там подберется Блокингбар, она начнет драться. И нет, ничего не произошло. Курьер где-то там завис по центру и в итоге полезет драться без БКБ. Грустно. Да, грустненько слегка. Так, дитяра. Что он там дальше будет собирать-то? Пока у него и так все хорошо, конечно. Но какая-то нужна удачная драка команде нами. Потому что пока LGD чувствует себя очень неплохо. Они отыграли там где-то около 2500 по золоту. О, смотри, что появилось крутое. У Сларка Линкенсфера, чтобы его не могли поймать. Я задавался вопросом, что же будет из Ultimate Turbo собираться. Возможно, это мог бы быть в Silver Edge. Ну, такой, на самом деле, наверное, пока вариант. Но авось. Но Линкенсфера выглядит действительно неплохо. Смог был использован. Так, Na'Vi интересно разыгрывает эту ситуацию. Урса готов врываться. Не попадает в него поизон, поэтому даггер можно использовать. Подрубает повер-повер Урса. Вообще, 7 секунд до рейвиджа. Поэтому, если за эти 5 секунд неожиданно Тайтхантер умрет. Или Death Profit, например, умрет. БКБ хоножимается. Пошел Дебоник Пордж. Агрессив сразу же сбивает ему Линкенсферу Дазл своим ядом. Начинает драться дитяра. Отпрыгивает Тайтхантер на Форстафе. Ну и у дитяры проблемы. Потому что БКБ заканчивается. Стирают. Медведя и остальная команда просто вынуждена убегать. Никто даже ничего не понажимал. Ни Рора, ни Грейва, ни Хила. Ничего. Na'Vi проигрывают. Драку как-то, не знаю, беспомощно выглядят они сейчас. Да, но при этом там Банана чуть не погибает от Санейка. Санейка пытается сделать ТП-аут. Есть просветка от Бананы. Дисрапшн. Санейка сбивает ТП-аут. И он отправится в таверну своим тиммейтам. Знаешь, я после первого группового дня слышал много мнений, что Na'Vi там спалили стратегии, потому они проигрывают, все такое, бла-бла-бла. Но давайте будем откровенны, друзья. В данной конкретной игре что Na'Vi помешало? Спальная стратегия? Да, пока я знаю. Они просто не играют. Ну, в смысле, они не совместно играют. Вот сейчас, например, посмотрите, сколько моментов врывается дитя Ра, и нет последовательности после этого. Именно так. То есть ничего не происходит. Бестмастера нет, никого нет, Грейва нет. Конечно, там был зонинг в некоторой степени от LGD неплохой, но то, что вообще никакие способности не были прожаты, это очень грустно. То, что Медведь умирает там в попытках забрать хоть кого-то, причем неплохо разваливает там сначала Диспрофит, заставляет его бежать, потом Тейдхантер уходит, Сварг там тоже убегает, прожимает все свои способности, а подкрепления отсутствуют. Это, конечно, не слишком круто. При этом в этой драке у вас уже было три даггера. Мирана с даггером, Бестмастер с даггером и Урса с даггером. Логики вещей, если кого-то Урса пытается убить... Он просто уничтожается сразу же. Вот. Можно, например, если что, ультануть в Шадоу Демона, Бестмастера, чтобы тот никого не засейвил. Возможно, Шадоу Демона даже убить за этот ультимейт. Да, 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 да. Я с тобой соглашусь. И теряют Радиант все свое преимущество практически. Уже осталось там 3000 всего лишь Нетфорса плюс-минус. И вуаля, LGD организовали неплохой камбэк. Вообще против Сларка весьма тяжело драться, если у него есть хорошие артефакты. Потому что герой крайне труднодосягаемый. И тем более с линкенсферой поймать его очень тяжело. LGD это коллектив, который привык играть на ошибках оппонентов. LGD очень часто попадает в ситуацию, где они позади. Но это китайский коллектив, который умеет очень качественно закрываться у себя на базе, под вышками, которые классно проводят драки обычно. И чем жестче их жмут, тем жестче они исполняют в итоге. Na'Vi попадают под такую уловку сейчас LGD. Они только как-то ошибаются, и люди моментально наказывают. Короче, смотри. Помнишь, как мы в прошлой игре делали? Надо наоборот, надо не... Очень хорошо играет команда LGD. Death Profit молодец. Soul Booster купила себе. Возможно, выход сейчас в Акторин Кор будет. Отлично играет Шао Эйд. Покупает Плейт Мэйл. Неплохо, неплохо, Баффик. И смог. Какой же потрясающий смог от команды LGD. Ну смотри, сейчас будет байт на агрессиво. И удастся ли этот байт? Удастся ли наш трюк сейчас с тобой, Роман? Там наш трюк удастся 100%. Это работает железно. Уже проверено было не единожды. Генерал находит руну невидимости. Я надеюсь, я достаточно похвалил команды LGD, чтобы они сейчас проиграли драку. Но тут пока центряк ставится, генерал успевает выпрыгнуть из-под Earth Spirit. Как бы тут Тенди еще... Тенди успевает выпрыгнуть. Все успевают выпрыгнуть. Четенько. А пока на топе спит пушит дитяра. Кого-то сейчас выманет к себе. И это агрессив. Вот момент, когда агрессив стягивается на топ, можно попробовать навязать, например, параллельно что-то. Тенди, стрела. Мимо. Там еще что-то у демон так игриво постояло рядышком со стрелой. Хвостиком махнул. Ну и скоро появится Рошан. На Рошане, не знаю, шансов у Нави, мне кажется, становится все меньше и меньше. С каждой такой проигранной дракой. Потому что Death Profit забрать тяжеловато, если Shadow Demon не вырубить. Ну вообще, в идеале, какой должен быть план? Смотри, рассказывай. Давай. Нужно несколько блокинг-баров. Для того, чтобы Тайдхантер не мог вас развалить. Нави это как раз та команда, которая может так сделать. Они могут и 5 БКБ купить, если сильно понадобится. Так вот. Значит, несколько блокинг-баров. Вы прыгаете на Death Profit. Урса прыгает на Death Profit. Далее. Бисмастер прыгает ей за спину. Оглушает Shadow Demon. И все, вы выиграли драку. Ravage, Тайдхантер нажимает или не нажимает, это уже на его усмотрение. Потому что нажимать, ты в 3 БКБ, например, нажимаешь. Не нажимаешь, ну не нажимаешь. Потом нажмешь, но у тебя уже будет минус 2 героя. Все. Я придумал, как победить LGD. Теперь нужно взять денег на БКБ. Что? Понимаешь? То, что я писал, нужно было делать предыдущие для драки. Этого не происходило. БКБ их не было тоже в драках. В общем, есть одна уязвимость в этом плане. Но урса была БКБ. Предыдущий файт можно было так разыграть. Остальным тяжело просто. Вот в чем дело. Конечно, можно на пофиг прыгнуть тому же бестмастеру, просто оглушить шедоу демона и не дать ему спасти. Но у Death Profit есть Юл. То есть она сама себя сможет на 2,5 секунды спасти. И не факт, что урса за это время сможет добить ДП. Да, кстати. Тут вот тонкий момент такой. Ну, если по рубашку прокнет, то никакого Юла не будет. Ну, это, конечно, да. Рандомчик бы, конечно. Так, вот, кстати, Defusal Blade. О, а вот на тему Юла. Во! Просто гениально. Гениально, действительно. И статы тоже неплохие. Урон урса значительно повышается. Убежать значительно тяжелее. Действительно гениально. Если они еще сейчас БКБ-хи соберут. Но пока мы видим, что бестмастер купил себе Perseverance. Опа! Опа! БКБ у Дэнди. Неожиданно. Красиво. Ты... Насколько все просто. Насколько Дот простая игра. Но тут главное исполнить. Главное исполнить. Потому что пока LGD безупречно проводят вот этот отрезок времени. Наказывают Na'Vi буквально за каждый момент. За каждую помарочку. И сами отправляются в атаку. Тут скана нет у Na'Vi. Поэтому как-то просто нужно сыграть чуечкой. Так. Сейчас чуечка у Artstyle. Чуечка пока работает так все. Грейв пошел. Тут камушек. Silence. И... Э, ну мы Ивана нужно продавать. Просто не обращать на него внимания. Это правда не кратчей пошли. Даня прыгает. О! Слушай, Death Profit почти убили. Ну где-где-где-где-где-где же? Он нажал диффуза, но на Тайтхантера попал. И в итоге Death Profit пока что живет. Недолго, правда. И продолжается Star Storm. И как же больно. С этих Star Storm залетает от Дани. И есть еще Star Storm можно использовать. Ревейш защитный от Шао Эйта. Хороший булыжник залетает под Дэнди. 9 секунд до Липа. Дитя разгрызает Тайтхантера. Погоня за ММА. Теперь стрела попадает. Эрспирит тоже погибнет. Вот оно. Работает! Работает! Так вот. Штука-то в чем? Причем, если бы Дитяра еще попал в дефузами, там бы драка вообще намного быстрее закончилась. Но, действительно, хороший план у Na'Vi. Они понимают, что нужно делать в замесе. То есть это уже приятно. Потому что есть четкое понимание происходящего. Посмотрим, как еще по Макро они себя будут вести. Пока 4,5 тысячи они отыгрывают. Сбирают Рошана, Эгидо Урсы. Там еще Сыр, кажется, должен валяться. Да-да-да, Сыру Санейка. Ну вот Na'Vi получили разочек по щам. И поняли, что нужно делать в этой игре. Да, они по-другому не умеют. Вот. И в этом же и речь. Только так играть и получается. Ну и Т2 Тавр внизу обречен. Добивает его Дитяра. В центре тоже можно бить вышечку. Видел, что Дазл покупает? Иван, остановись, пожалуйста. Я тебе так скажу. Иван что-то знает. Нет. Что вообще происходит в этой игре? У Ивана что-то странное. Да, рефрешер. А, рефрешер и генерал. Это, кстати, очень круто. Это немного перекрывает Блэйдмейл на Дазлев. Крыто, бито. Да. Ну, Артстайл, конечно, да. Если бы можно было на кого-то кидать, это был бы идеальный артефакт. Ты кидаешь на кого-то Блэйдмейл. Но ты заметь, сколько грязи в Ивана влетает постоянно. Понятно, но не очень просто забьют. А в итоге ты вроде как хочешь впитать... А вот, может, ты сбой на Дазлев. Ой, стрела какая залетела сочнее. Отличная стрела, действительно, но живет, живет. LGD. Не погибает пока никто. Они защищаются как могут. Старштормы, конечно... Старштормы противные, конечно, очень. У Руса очень хочет прыгнуть. Я прям вижу ярость в глазах Медведя. Слушай, ну, у дитара это 3500. Может быть, и подождать стоит на Ви что-то прикупить, раз такой расклад. Хорошо. Что, например, Абисал дотарить? Уже, чтобы на Верочку забирать героев. Не надеяться на какой-то рандомный башек. Абисал норм, да. Ну и можно Аганим какой-нибудь питать. Ну, на Абисал в таком случае уже должно даже хватать. Плюс-минус. Может, Аганим себе хочет уже все еще. Аганим тоже хорошо смотрится. Но, мне кажется, Абисал тут выглядит очень круто. Ну, потому что плотность чуть-чуть добавит. Именно в этот момент, когда у тебя есть Аега, и ты собираешься заканчивать вроде как... Ну, Дазл явно намерит заканчивать. Вот, он купил себе Блэдмейл, понятное дело. И тогда, наверное, все-таки да. Да, смотрится Абисал получше. Но пока дитяра 4300 уже накопил. Ладно, шутки шутками, но Артсайл, возможно, правильное решение сделал. Я говорю, его постоянно хейтят, его не уничтожают. И ты не можешь не хейтить Дазла. Ты хочешь его убить постоянно. Это человек, который... Аугресси вырывается в генерала. Нужен сейв генерала, когда генерал в порядке. Стрела полетела от Дэнди, не попадает ни по кому. Но Дэнди продолжает атаку. Тейт Хантеру так неплохо въехало. Грифсы прожат были. Дитяра просто наблюдает за тем, что происходит. И ждет, когда же кто-то отобьется от стада. И готов уже прыгать. Maybe. Спамливает постоянно Крипс Ворн. Кулдаун. Стрела попадает в ММА. Это, возможно, будет знак для Нави в атаку. ВКБ прожимает Дэнди. Влетают Старштормы. Минусы Рспирит. Байбека у него нет. И еще и Рэвэдж ответный. Но Тейт Хантер уже ничего не может поделать. Там, правда, неплохо дерется Сларк. Они убивают в итоге генерала. Но Шауэйт при этом погибает. Минус 3 делает команда Нави. Продолжает Дэнди свою атаку. Взрывает. Просто-таки стрелы Сларка. И Гем выпадает. Ну и Гем забирают Курьерчиком. И надо ломать сторону. Определенным. Нужно заниматься именно этим. Не нужно обращать внимание на Сларка. Если он, конечно, сильно подставится, то его можно будет снести. Сбивает ему Ленкенсферу. Сразу же вешается трек. Ну и что? Начинают ломать бараки. Хорошо. Прыжочек на Мэйби. Диффуза должны быть. Мэйби взлетает сейчас на ветрах. Дитяра пока что живет. Если заберут сейчас Дэс Профит, это же будет такое серьезное попадалово, да? И что? Будет ли делать выкуп сейчас ДП? Пока не делает. Дитяра идет дальше разминать здание. С другой стороны, толку выкупа у тебя экзорцизма нет. Тут сторону можно отдать. А вот вторую, наверное, Нави уже не пойдут забирать. Хотя ты знаешь... Я бы поковырял немного. Они и так уже очень много всего сделали. И я думаю, могут малость риснуть. Тем более сыр еще есть. Тут главное не ошибаться. Потому что вот эти ребята могут наказать. Это Air Spirit, это Shadow Demon. Тут и Агрессив готов всегда ворваться. Если он наворует стаков побольше, будет беда у Нави. Опять линку сбили Агрессиву. Дитяра убегает. У него по-прежнему имеется ультимативное. Грейв пошел. У Агрессива проблемы. Стрелы Дэнди пока находился под Сайлансом. Сбивают эгиду. А сейчас Дэнди просто убьют. Дэнди нажимает БКБ. Он живет и выживает. У него был сыр Агрессив. Хилит его Гревзами неплохо. Тайт Хантер и спасает в итоге. Но теряет при этом Shadow Demon ребята из команды LGD. Продолжается пуш от Нави. Да, Даззл здесь по-прежнему находится. У Даззла вроде как должны быть все заклинания. Да, у него еще и Грейв имеется очередной. Агрессив очень сильно попадает под раздачу. Стрела залетает. Шауэйт. На него не обращают внимания. Он просто не может ничего сделать. Никак не может помочь. Агрессив. Линка опять сбита. Стрела очередная. Еще пару тычек с руки. И нужно добавить Директору. Будет ли Старшторм только через секунду. Сларк отрегенился и возвращается назад. Тут еще и Дэз Профит. Очередное нападение на Дэнди. Но здесь же Генерал нападает. И Урса под охлушение Генерала уничтожает Дэз Профит. Вот теперь Бэйбэк нужен. Да, теперь Бэйбэк бы не помешал. Дитя Ра ломает милишный Барак. И Гиды уже нет. Под сейва от Даззла тоже нет. Даззл только возвращается. Дитя Ра погибает. Но при этом Барак сломали. LGD пытается догнать. Возможно поймает еще Генерала. Такие две смерти. Они больше чем окупились. Во-первых, потому что будет очень тяжело сейчас. Ну ладно. Если еще Генерал умрет. Конечно уже неприятно. Но все же. Должны забирать. Хотя он неплохо так мансит. Вроде казалось бы. Два Бэйбэка была потрачена. Дэз Профит и Эр Спирит потратили Бэйбэки. Там потратил Бэйбэк только Даззл. Ну и черт с ним. Далее. Кулдауны на респаун. Достаточно небольшие. Для того, чтобы не потерять ни одну из сторон своих. То есть что мы имеем? Мы имеем там три смерти, две снесенных стороны. Как по мне, то все очень неплохо. Все круто. Я с тобой полностью согласен. Безусловно, Na'Vi выигрыши здесь. Они сломали две стороны. Это правда. Они выманили кучу Бэйбэков у команды LGD. И при этом сами остались. Ну что, вот они погибли. Ничего уже не сломают. Максимум какой-нибудь Т2 или даже 2. Но это не страшно. Да, определенно. Так и есть. И теперь нужно с новыми силами, с новыми артефактами отправляться добивать это все. Артстайл, я смотрю, тут нормально запакован. Трвела, Блейдмейл, Грифсы. 16-й сейчас будет. Неплохо затарился. Там уже экономическое преимущество колоссальное у Natus Vincere. 20 плюс тысяч нетворца. Ой, и Блейд появляется у Мираны. Да, тоже хорошая штука. Как раз можно всех этих шадоу-демонов добивать. А то они там часто убегают. Не до битков добивать? Не до битков, да. Шерасгарду, Шауэйта. И Тавар даже не сломали. Это два ЛЖД. Главное сейчас в обороне не налажать Нави. И если получится убить, не знаю, словно Дес Профит или Сларка, то это будет снесенная третья уже линия. Да у них порог ошибок очень большой. У них байбек есть у Урсы, байбек у Мираны. Так что если даже ошибутся где-то, то не должно быть это крайне критично. Стрела мимо. Треки продолжает разбрасывать направо-налево Санейка. Уже на подходе Абисал для Урсы. Да. Ну и апгрейднул он, естественно, Дефюжал Блейд. Стакки на котором уже закончились на первом. И Нави теперь пойдут в атаку. Хорошо подпушили Нью Арт Стайл. Агрессив уже вынуждены защищать. Крепы еще нормально набили Тавр. 400 ХП сломали. И Нави просто бегут. Просто бегут вперед. А ЛЖД понимают, что Нави бегут. И ЛЖД сейчас могут угодить в очень неприятное положение. С Директора слетает Смоук. Со всех слетает Смоук. И прожимается ультимативная Мирана. Бесмастер прыгает. Нападает на Юр Спирита. Сразу же подставляется под удар. Здесь же Арт Стайл. Будет пытаться ему помогать. Агрессив пытается выбрать себе цель. Нападает на Арт Стайла. Сразу же прожимается Блейд Мейл. Пытаются забрать Мэйби. Очередной крик. Дитяра просто сгрызает Дес Профит. 90 секунд не будет. ДП. Агрессив, конечно, воюет с Дитярой. Статов наворовал неплохо. И Рэвэйдж кажется также неплохой. Получится ли у Дитяры отсюда убежать? Или убегать придется все-таки другим ребятушкам? Санейка попадает под раздачу. Но выживает. И это агрессив уходит. Да, и добывает при этом еще Ир Спирита. Правда, догорает все-таки Санейка. Как же хорошо пульсирует этот ультимейт Ир Спирита. Магнитайс тут неплохо вошел в драку. Но в целом и общем команда Нави побеждает в этой драке. И при этом не будет сейчас 120 секунд ультимейта у Тейт Хантера. Да, хороший повод для того, чтобы отправиться по нижней линии, наверное. Потому что верх запушен. Внизу как раз Арт Стайл сейчас также подпушивает. Центральная сторона там без двух бараков тоже очень активно толкается в сторону дайеров. Ну, кстати, вот до Рошана мы сейчас узнаем. Но уже не так много все, вот он остается. Сейчас должен быть Рошанчик. Ну, тогда тайминги могут быть очень неплохие. Хорошие тайминги. Потому что еще 30 секунд без Дис Профит. Да, конечно, сражаться за еду просто физически. ЛЖД сейчас не могут. Ни реведжа, ни ДП. Куд появляется Ир Спирита. Да его Урса съедает. Там от худа не слишком легче живется. Это четвертый Рошан уже в этой игре. И он, естественно, сырный. Урса забирает себе экиду. Генерал завелся сыром. И Na'Vi пойдут в финальный-финальный пуш. Полетела там стрела. Ну и все. ЛЖД остается только сидеть на базе. По байбекам у них все достаточно плохо. Байбек есть только у Shadow Demon. Через 40 секунд появится Услар, когда Shadow Demon тоже на все деньги закупил. Сейчас купил Гост себе, видимо. Так, Na'Vi в смоке. Что придумают они? Какой трюк проделают? Или просто зайдут? Да просто можно запрыгнуть. На пофиг. Просто ныряешь в драку и убиваешь. По идее так и будет. Вивка стоит артстайл. Дэнди подходит вперед. Дитяра готов. За него находится также Генерал, которого 50 секунд еще до рефрешера. Пока только один ультимейт у Листмастера. Дагон Мирана. Да, Мирана сейчас... Просто Эзериал Дагон. Я прям вижу этого бедного Shadow Demon, который еще и с Гастом. Ну вот сейчас Директору нормально тут напихунькали. Так, вырывается Агрессив. Сразу забивает в Литансферу и упрыгивает Сларк. Так вот, аккуратненько подпушивают на дистанции Нави. Не дают ЛЖД особо инициировать. Сами же не лезут на рожон тоже. Там наверху крипы заходят. Вот это очень опасно, потому что там только рейнджевой барак остался. И крипы сейчас начнут развалить. За 10 секунд они просто поломают сторону. А Нави очень круто пока стягивают внимание на себя. Да, это минус верхний барак рейнджевой. Так, вырыв от ММА. А артстайл. Ревейш от Эдхантера хороший. Булыжник под Дэнди. Но пока дэмэджа особо не хватает. Артстайл. Булыбьет агрессив. Артстайл подрубает все, что у него было. На себя грейв. Агрессив под БКБ. Дэнди немало дэмэджа уже нанес. ММА прыгает на артстайла. Под БКБ агрессив продолжает драться. И, кстати, неплохо получается. Уже где эта драка? Там еще и Деспрофит входит. И прожимает экзорцизм. Дитяра второй раз будет погибать сейчас. И на развороте под Шаллогрейвом дерется дитяра. Там Мирана очень много урона выдает. Еще один из Ариал Блэйд. И долетает последняя плюха. Хочется кого-то даже спасти. Ну и агрессив уходит. Драка окончена. И драка вполне неплохо прошла для ЛЖД. Нет, я тут поторопился пока по поводу окончена. Потому что еще здесь... Вот эта драка окончена. А сейчас, сейчас, следующее. Все, одна большая драка. Вся эта игра, все 44 минуты. Это была одна большая драка. Сыр вон на земле, кстати, валяется. Просто лежит на земле сыр. Видимо, невкусный. Просто на земле. Возможно. Там уже Т4 нет ни одной. Там просто трон голый остался-то. А это то, о чем ты говорил, когда подходили крипы. И видно, на это не особо обращали внимание ЛЖД. А стоило бы. Да, немножко растерялись. А ты же не разорвешься. У тебя драка. Тебе нужно как-то ее выиграть, чтобы нави не сломали просто сторону и не закончили. А с другой стороны, у тебя там крипы ломают. Обидно, конечно. Ну и вот прилетает сюда уже Дэнди. У которого Дагон Эзерил, не забываем. Стрела. Нет, стрела пока не пошла. И просто ломают базу. Вот он Эзерил. Дагон. Он, я... Дазл просто идет на ноге. Говорит, сюда идите. Ломать вас буду. Агрессив. Агрессив ободокует Дитяра. Дитяра подбивает БКБ. Шаоэй тоже бьет Дитяра. Агрессив. Он тоже с БКБ. Получает Рор Бестмастер. Его форстафует. Пытается сейвить своего Сларка. Стрела от Дэнди. Хорошая. Но сейвит Шадоу Демон. Тоже отличная игра от Банана. И входит в драку Мэйби со своим ультимейтом. Экзорцизм работает. Есть у него Иул. А трон горит. Ребята пошли защищать трон. Да, действительно. Нужно догонять. Вот сейчас прям Мэйби. Потому что у него товарищей-то фактически рядом не осталось. И опять сбивают Линкенсферу. Очень много урона получил агрессив. Но с третьей стороной пока Нави совладать не смогли. ЛГД это, знаешь, так вцепились просто зубами в эту игру и пытаются последние силы обороняться. У ЛГД начинается X-Hero Siege. То есть у них идут волны крипов и героев, а они просто отбивают трон. Причем у тебя уже вышек не осталось, вот этих, которые защищают. Да, да, да. Это уже боссы пошли. Это уже самый конец игры. Сейчас очень важно для ЛГД затащить. Но 25, там почти 30 тысяч преимущества NetWords. Суммарное у Нави. По опыту там десятка. Но это уже такое дело. По деньгам, конечно, очень-очень много. Да уж. А что вообще по артефактам новенького появлялось у нас за последнее время? Тайтхантер, Шива. Мэйби с Рфрешером, кстати. Я не обратил на это внимание. Вот у Сларка ни Башера, ни Абисала никакого нет. Поэтому он весьма плохо фиксирует цели. Вот, например, даже сейчас на Дитяру напали. Минус линка. Зерел. Дитяра пока что живет. Его выталкивают. Продолжается погоня. Агрессив поджимает БКБ. А Дитяра должен погибать здесь. А у Дитяра еще ульт есть. Он никак тут, наверное, не умрет сейчас. Ну да, и Мунлайт Шэдо, Блинг Даггер не достает. Неуязвимость. Ой, замечательная стрела. Ну нет, нет. Ну не взорвать так агрессию. Разминают, разминают. А вот что-то будет потрачено лишнее. Кто его знает. Там еще и сыр, между прочим, у Урсы. Поэтому там Медведа вообще никак не взять. Слушай, ну уже более 25 тысяч преимущества за командой Na'Vi по деньгам. И как-то эта игра просто действительно похожа на какой-то X-Gero Seed. Ты правильно параллель провел с этой игрой. LGD держится из последних сил. Я даже не знаю, как эту игру выигрывать. Но LGD, я думаю, приложит все усилия для этого. Да, просто глифа даже нет. Na'Vi банально сейчас могут подрубить там все бэкбэхи и пойти попытаться закончить эту игру в трон. Снести зданию там 3000 хп они, я думаю, смогут. Если еще какой-нибудь там дезолятор у кого-то появится. Или кераска, например. Ну и некрочи есть там. Да, вот я говорю как раз некрочи, кераса там или дезоль. И все. И вы просто ломаете базу. Так как до глифа там еще пару минут. Да, две минуты. Почти. Артстайла не остановить. О, это кераска. Вот, вот. Он понимает, как надо ломать базу. Ой, я артстайл. Кераса скоро будет на дезле. Ну, дезла просто сларк. Вот он бы хотел на него, например, насесть. Да, и попытаться его убить. Но у артстайла 30 единиц брони. Да. И блейдмейл. И блейдмейл. И вив. И как ты его собираешься пробивать? Ну, нет такого героя, который сейчас мог бы быстро справиться с этим дезлом. Это не та булка, которую мы всегда видим. Кстати, обзавелся еще баттерфляем дитяра на Урсе. И что-то там появляется. Ага, это Майлштром у Агрессива. Интересный выбор. Очень даже интересный. Опять нападение на Ивана. Иван подрубает шипы. Возможно, рановато. У него и Зерел. Сразу же контратака на Агрессива. Агрессиву 2-3 удара остается сделать. Как же много башей срабатывает у дитяры. И нет выкупа у Сларка. У Дазла тоже нет выкупа. Ну и черт с ним. Ничего страшного. Дитяра может вернуться в игру. Но пока этого не делает. С Урсой разобрались. Но за счет реведжа хорошо все исполнили ЛЖД. Там немало дэмэджов влили действительно в дитяра. Не было, к сожалению, уже БКБ. Она закончилась. И генерал продолжает. Пуш. Там Ирана ворвалась неплохо. Убивает Тайтхантера. Дэнди в этой ситуации действует безупречно. Байбэк от Тайтхантера. Да, худ у него тоже появляется. Нави продолжают давить. Вообще можно через некрачей сейчас просто добирать здание потихонечку. Потому что те две линии, они уже очень глубоко на базе. Мы видим и центр, и вверх. Отпушить далеко просто не получается. У ЛЖД даже не выходит хоть какой-то запас пространства себе организовать. Потому что Нави слишком сильно наседают на них. Да, но был бы рефреш еще у Тайтхантера. Был бы вообще замечательно для ЛЖД. Но его нет. И не будет. Даже в ближайшей перспективе. Хорошо, что рефрешер есть у Дэс Профит. Потому что ее экзорцизм хоть немного, но сдерживает наступление. Понимаешь то, что их будет два. Если один заканчивается, это еще ни о чем не говорит. Это, конечно, серьезная машина. Да, при этом и байбэк у Мэйби имеется. То есть ты можешь прожать экзорцизм, например, войти в драку. Очень эгрессивно сыграть. Потом сделать байбэк, прожать рефрешер. И еще раз войти в драку. Уже с... О, еще и с Актарином. Да, еще и Актарином. Как хорошо-то. Врывается Дэнди и пытается убить Банану, но тот успевает спрятать себя в Десерапшн. Дэнди очень агрессивно действует. Глип, кстати, в кулдауне. Так все правильно, все правильно. Нужно загонять их на базу. Нечего. И... Сюрикенчик, не хватало рейнджи, естественно, никак. Да они и так на базе. Посмотри, там трон, 2700 хп. О, какая же это игра. Ну, уже глип есть. Уже так просто не засуицидишься. О, Данька, нормально. Если предыдущие игры, они были прям ноздря в ноздрю, там очень серьезное напряжение, здесь мы понимаем, что Na'Vi доминирует, но насколько же серьезно вцепились в эту игру LGD. Просто не хотят ее отдавать. Вот так вот. Они хотят потрепать Na'Vi, с них все соки выпить. Они понимают, что впереди еще одна игра, если что. Это непонятно, кто у кого больше треплет, мне вот кажется. Ну, не знаю, не знаю. В хорошем, если бы LGD сдались, уже что, как бы все, поехали дальше. А так они потрепают Na'Vi, Na'Vi понервничают. Я прям вижу, Иван вот идет и прям, прям нервничает. С керасой вот этим плейдмейлом. Ты черт, как же я нервничаю. Знаешь, как это бесит, когда ты вроде уже все, вот ты чувствуешь, что победа уже близка, но ты никак не можешь довести игру до конца. Это очень часто напрягает. Обидно будет, если они проиграют, но ладно. Это вообще будет прям конечное. Я думаю, что если вдруг, чисто гипотетически, Na'Vi проиграют на этой карте, вторая будет 3 минуты. Вот пройдут пики, стадия лейнинга, напишут ГГ и выйдут. В принципе, да. Я где-то согласен с тобой. Выложил, кстати, БКБ, Дитяра, забрал Эгиду. Там еще сыр валяется халявный, может быть, санейка дать. Но там слотов ни у кого нет. Тут 6-слотовый дазл. Ну ладно, вот он керасу дособирал наконец и пойдет за сыром, я думаю. Вот он как раз сыр подобрал. И БКБ можно, кстати, поносить. Оруженосец будет у Урса. Вот кто как не Иван на такое способен? Ты помнишь его там в Винджфул Спирит с тарасками, Кримсон Гвардами? Это страшные вещи вообще. Вот только сейчас даггер появляется у Дэдхантера. Он даже не рефрешер покупал себя. Изначально купил даггер. А он не успеет рефрешер. То есть у него вариантов немного. У него 2000. Угадай, что куплю. У Дэнди 4-й догон. Можно, в принципе, праты прикупить. Ну и поглядим, как же будут на Ви заходить. Стрела. Нима. Пошли треки. Тайдуха вошел. Получил Эзерил. Дагон. И вышел. В общем, вышел половинчатый. Да, но верх уже подпушен. Вот у Ксяо очень серьезные могут быть проблемы. Например, вот такие прыгает на него Урса. Успевает Тайдхантер прожать ревейдж. Дитя расставил там долго в оглушении. Но Сларх. Как же больно Сларху. Вот он Блэдмейл в действии. Ты посмотри, как вообще Артстайл-то разваливает. Ну ладно, шутки шутками. Дитяра продолжает раться. У него есть по-прежнему эгида. Эгида срабатывает. Мы видим минус барак. Эгид защищается. Генерал пошел ломать трон. Он просто хочет увести по максимуму внимание от Урсы. Да, трон просто горит. Глифа. Нет, Дитяра подходит. Оверпауэр 3 секунды до него. Чем же остановить? Они должны давить эту игру. Должны довести до победного все-таки. Тут чуть-чуть остается. Мирана добивает трон. О, вымучили. Ура. Na'Vi побеждает команду LGD. В первой игре этого беста в Добротивостояние. И ты знаешь, это было не без нервов. Далеко не без нервов. Да.